Я приветствую всех, кто нас смотрит в эфире Дон Православный с еженедельной итоговой программой в студии Виталий Плужников. Здравствуйте! Вот лишь некоторое из того, что вы сегодня увидите. Она посвятила свою жизнь беззаветному служению людям. Православная Церковь чтит память Святой Блаженной Ксении Петербуржской. Особенные дети одной большой семьи, священнослужители Ростовской на Дону епархии посетили Азовский детский дом для детей с ограниченными умственными способностями. Десять лет бескорыстной помощи нуждающимся сестры милосердия Ростовского храма всех святых в земле российской просиявших отметили десятилетний юбилей. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Праздник в честь российских святых, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшись огонениям после Октябрьской революции 1917 года. Архиерейским собором Русской Православной Церкви новомученики и исповедники веры были канонизированы в 2000 году. С тех пор в честь собора новомучеников начинают строиться и освящаться храмы. О том, что он когда-то будет настоятелем храма в честь новомучеников и исповедников российских, отец Константин не мог даже представить. В день престольного праздника он вспоминает, как впервые поклонился иконе святителя Тихона с частицей его мощей и как внутри него что-то поменялось. Особое покаянное чувство мною владело, которое настолько перевернуло мою жизнь, именно в смысле светского такого отношения, что действительно возникло желание служить Богу. И впоследствии я читал и Акафист, свидетелю Тихону, и еще не имея священного сана, желал, чтобы... я же в принципе местный житель. Я хотел, чтобы здесь у нас тоже была церковь, и мне очень хотелось, чтобы это была церковь в честь патриарха Тихона. Спустя время приход в честь новомучеников действительно появился в Ростове-на-Дону, а иерей Константин Садчиков был назначен его настоятелем. Усилиями батюшки и прихожан на пустом месте вырос временный храм, который в будние и праздничные дни заполнен верующими. Священно-мученик Иларион, Господи, моли Бога нас, бутовские святые, это тоже сон покровителей наших. В сон новомучеников и исповедников российских вошло несколько тысяч святых. Большинство из них явили свой духовный подвиг в противодействии богоборческой власти. Это свидетель Тихон, патриарх московский, всероссийский тогда он назывался. Потом священно-мученик Иларион Троицкий, священно-мученик Петр Полянский, которые действительно, в буквальном смысле, приняли первый удар на себя. Новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Крестный ход возвещает о торжестве. Духовенство вместе с верующими обходят вокруг Временного храма и места, где ведется строительство большого храмового комплекса новомучеников и исповедников российских. Каждый кирпичик которого, уверены прихожане, будет уложен с молитвой и любовью. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный». Она беззаветно любила своего мужа. Став вдовой в 26 лет, забыла все земное. Подарила бедным все свое имущество и избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Она учила правде, добру и бескорыстному самопожертвованию. Память Святой Блаженной Ксении Петербургской чтит Православная Церковь 6 февраля. С особой радостью в этот день ее вспоминают сестры Милосердия, для которых Ксения стала покровительницей и примером для подражания. В Донской митрополии более 30 сестричеств. Немалая часть из них носят имя Великой Святой Ксении Петербургской. По примеру своей небесной покровительницы, они помогают людям, отдают свое время и силы, с душой и любовью, как и Святая Ксения, так же и бескорыстно, ради любви к ближнему, ради Христа. Правительство и помощь Ксении Петербургской – это во благо нашим сестрам. Ксения ходила в одежде своего мужа, всем говорила, что он жив, и откликалась только на его имя – Андрей Федорович. Нет, она не была сумасшедшей. Она показала пример великой бессмертной любви и абсолютной супружеской преданности. То, что плоть единая, то есть это одно целое, неразделимое, и все, что Бог сопрягает, никто не разлучает. Вот это, конечно, очень важно понимать, очень важно сознавать на сегодняшний день. И Святая Блаженная Ксения Петербургская нам это показывает, что она не отказалась от Него, она не разорвала с Ним никаких отношений, даже невзирая на то, что Его нет рядом. Но она не оставила, она понимает, что это как раз-таки то самое целое. Ксения учила людей правдивости, главным в жизни называла веру в Бога и бескорыстную помощь людям. И уже после своей кончины она часто бывает рядом в тяжелое для человека время, спасает от бед и даже от смерти. И это не легенды, об этом говорят факты. В военных архивах описан факт, свидетелями которого были более 20 человек. В 1945 году шли бои за Прагу. В подвале одного из домов, откуда ни возьмись, возле солдат появилась женщина в белом платке с посохом в руке и по-русски сказала, что они должны немедленно уйти, ибо сюда попадет бомба и они неминуемо погибнут. Солдаты опешили и удивленно спросили, кто ты? Я Ксения Блаженная, пришла спасти вас, последовал ответ. После этих слов она вдруг исчезла. Солдаты ушли из подвала и спаслись, потому что через несколько минут туда действительно угодила бомба. Имя Ксении Петербургской навеки связано с верой в Бога, любовью к ближнему и желанием помогать тем, кому это так необходимо. Три ипостаси, не имеющие цены, и которые так нужны сегодня и во все времена. Приехали не с пустыми руками, познакомились с детьми, узнали, в каких условиях проживают. Время общения священнослужителей Ростовской на Дону епархии с воспитанниками Азовского детского дома-интерната пролетело незаметно. Так считает побывавшая на этой встрече Евгения Шатилова. Ребята с удовольствием показывают фрагмент от репетированного танца своим гостям, ведь хореография для них – одно из самых любимых занятий в интернате, где проживают особенные дети. Вместе со своими преподавателями учатся писать, читать, рисовать, делают подделки, танцуют, изучают традиции казачества и родного края. Выставка изделий, которые они смастерили своими руками, и небольшой музей, вовсю говорят о том, что особенности развития этих детей творчеству не помеха. У нас есть замечательный музей, который мы создали руками наших сотрудников, и в первую очередь, конечно, руками детей. Ездили в этнографические экспедиции по нашим хуторам ближайшим, обращались и в церковь, и просто к людям, которые приносили нам предметы быта казачьего. Мы нашли там и прялку, и косу, которой косить сено. Дети уже на бытовом уровне, в предметной среде, чувствуют, понимают, как это было раньше, как раньше люди гладили, чем они гладили, в чем готовили обед, как носили воду. В школе люблю учиться. А в группе какие занятия? Рисую, пишу, лепкой занимаюсь. А друзья есть? Ты любишь друзей? Есть, да, я люблю. У меня тут много друзей. Люда к нам приехала недавно, наверное, с сентября. Она в нашем интернате. Она очень добрая такая девочка, очень отзывчивая. С ней многие дружат. Она сама не дает никого в обиду. Всего в интернате под присмотром воспитателей проживает около 300 особенных мальчиков и девочек. Ежедневные занятия помогают им развиваться и адаптироваться к социальной жизни. Учебные классы, игровые комнаты и даже импровизированная квартира, где они привыкают к самостоятельному быту. Все это, конечно, с помощью наставников, большинство из которых работают здесь с самого основания детского дома. Работают у нас педагоги, воспитатели, медицинский персонал, это санитарочки, медсестры, врачи и обслуживающий персонал. Люди, которые здесь работают, конечно, профессионалы. И не просто профессионалы, они любят свое дело, любят детей. Иначе здесь работать нельзя. Дружелюбные ребята всегда рады гостям. В этот раз к ним приехали священнослужители Ростовской надону епархии, которых они никак не хотели отпускать. Да и сами священники не спешили уходить, ведь целью их визита стало не только передать подарки, но и пообщаться лично с детьми и их воспитателями. Сегодня совершенно по-другому. Еще раз вновь и вновь взглянул на жизнь, на отношения как к себе лично, так и к тем людям, которые меня окружают. И то, как люди здесь общаются с детишками, как они с ними работают, и то, как дети сюда поступают, и какими они отсюда, даже если выходят или здесь остаются, но спустя какое-то время – это огромная работа. На память детскому дому священнослужители оставили детские манежи. Желающие помочь этой большой семье находятся часто. Оказать помощь интернату может каждый, предварительно позвонив по телефону, указанному на официальном сайте учреждения. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков. Телестудия. Дон Православный. За 10 лет сотни людей получили от них помощь, почувствовали на себе любовь и сострадание. Вроде бы чужие люди, а кажется, что свои родные. Сестры Милосердия Ростовского храма всех святых в земле российской просиявших отметили 10-летний юбилей – своего сестричества. Наши поздравления и следующий сюжет. Зеленые фартуки и красные кресты. В храме они сразу узнаваемы. Не только по униформе, но и по теплому, отзывчивому взгляду. К сестрам Милосердия постоянно подходят люди. Кто за советом, кто за помощью. Всех выслушают, подскажут, придут на помощь. Мы ходим в больницы, ухаживаем как за детками, ухаживаем за больными в гнойной хирургии сейчас. Уходим в онкоинститут, к деткам больным, к престарелым на дому. Десять лет назад их было только несколько человек. Женщин, решивших посвятить себя заботе о тех, кто в ней нуждается. С каждым годом сестричества становилось больше. Сегодня их уже 40. В храме всех святых в земле российской просиявших. Ирина Припикова по профессии экономист. Восьмичасовой рабочий день плюс двое детей на воспитании. Однако она все равно находит время, чтобы бескорыстно отдавать его чужим, нуждающимся в помощи людям. А сила, говорит женщина, для этого дает Господь. Добро возвращается с старицей. Физическая усталость компенсируется душевной благодатью. Отец Сергий нам очень часто рассказывал о том, что в жизни христианина литургия не должна заканчиваться в 11 часов в воскресный день. А она должна совершаться в его жизни постоянно. Духовный наставник сестричества, помощник, учитель и друг, настоятель храма, отец Сергий. При вопросе о сестричестве у батюшки загораются глаза. Не нужно быть провидцем, чтобы понять его отношение к сестрам. Несмотря на все невзгоды, Господь дает силы нашим сестрам. Все они трудятся абсолютно бесплатно, бескорыстно. Все они где-то работают, учатся. И тем не менее находят время, возможность, чтобы потрудиться на Ниле Милосердия. Помогают людям страждущим, людям, которые очень нуждаются в помощи действительно добрых и заботливых рук. Порой, признаются сестры Милосердия, бывает нелегко. Горе не оставляет равнодушным. Тем более, что подопечные становятся как родные. И забота о них такая же, с любовью и милосердием. Люди это сразу чувствуют и отвечают искренней благодарностью. Помогаю мамочкам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Они круглосуточно готовы ответить на их звонки, всегда поддержать морально, духовно. Также плотную работу ведем с врачами. Для того, чтобы они немножечко духовно укрепились, их сердца стали более милосердные, работали они во славу Божью. У сестер Милосердия сегодня много помощниц. Но войти в сестричество под силу немногим. Для этого нужна твердая готовность к безвозмездной самоотдаче, к тяжелой моральной физической работе. Однако, говорят сестры, кто вошел в сестричество, из него уже не выходит. Душа раскрывается и уже требует добра. Андрей Мазиков, Виталий Плужников, Константин Яковлев. Телестудия. Дон Православный. 16 февраля в станице Старочеркасской пройдет культурно-просветительская конференция «Церковь и музейное сообщество». Об этом стало известно на первом в нынешнем году заседании архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской метрополии. Основная часть конференции – обеспечение взаимодействия с музеями Ростовской области, Донской метрополии в сфере сохранения, использования и популяризации историко-культурных ценностей. Планируем визит очень высоких гостей на эту конференцию. Надеемся, что она будет достаточно интересной, потому что опыт, который есть в соработничестве и музейного сообщества Старочеркасска и монастыря, он действительно уникален. Участники заседания также обсудили проекты бокового иконостаса и реставрации киотов Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и будущий логотип Донской метрополии, который появится уже в этом году. Далее о рэпере – необычном, православном. Согласитесь, звучит как-то необычно, но этот парень, ростовчанин, действительно пишет песни в стиле рэп на православные духовные темы. С музыкантом, размышляющим о Боге, повстречалась Марьяна Баштовая. Русский рэп с не совсем привычным текстом. Господь, вера, доброта – эти темы – основа творчества Владислава Куницына. Конечно, рэп – это более такой, наверное, ну, стиль такой сам по себе, что там темы не такие совсем. Ну, я сам на пути не слушаю даже. Нет, не нравится абсолютно. Это не совсем его стиль, однако подходящее музыкальное сопровождение к текстам, которые Влад пишет сам. Начал заниматься творчеством в 17 лет, осмысленно подошел к написанию песен после воцерковления. Ну, и друг позвал меня, ну, я уже, как бы, можно сказать, человеком верующим был, потому что я Библию читал, но еще, как бы, ни разу не был церкви, ну, вообще ничего не знал об этом. Тотоварищ привел меня, говорит, давай, пойдем праздник. С тех пор Владислав – прихожанин Кафедрального собора Ростова. Мне, как бы, и самому понравилось там больше всего, все вообще понравилось. Мне, как бы, я больше воспринимаю, когда храм большой, как бы, и мне вообще понравились там, которые тогда служили там священники проповеди, говорили тоже, меня очень сильно там впечатляли. Меня и крестили в этом соборе еще к тому же. Я вообще в другие храмы даже на службу как-то не хожу, потому что мне вот нравится там и все. На вопрос о содержании песен автор отвечает. Что человек, как бы, чувствует, выражает на меня, я так понимаю, ну, о чем писать песню можно, если я, допустим, для меня там центральной темой там вера. Об этом у меня самое главное, о чем я могу написать песню. Творчество молодого музыканта доступно пока только в интернете, в социальных сетях. Сам Владислав о карьере не думает, хотя признается, в процессе написания песен находится постоянно. Ну, я пишу, как бы, у меня это все происходит не за раз. То есть я и на работе пишу, в машине могу ехать писать, и дома могу быть писать, и гулять могу писать. То есть как вот идет, у меня мысли, как я и пишу. Там в телефоне прям буквально набираю все. Потом что-то дома уже переписываю там на чистовик, так сказать. Мы не забудем проверить почту в любое время суток, но забываем сказать родным доброе утро, помним на каком счету и сколько денег, но забываем сказать спасибо Богу за этот день. Мегаполис. Ну, это назрело такое, наверное, смотрю как бы на все события, то, что происходит в жизни вообще города большого. И люди всегда торопятся куда-то. Никогда времени, нет ни на что остановиться, подумать. Ну, вот как бы и у самого такой период был, когда слишком много ненужного в голове, а самое главное забываешь. Кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель и призер областных турниров, участник всероссийских международных турниров по настольному теннису. На сегодняшний день работает водителем одной из государственных структур. По словам музыканта, творчество это... Творчество для меня... Ну, то, что чем переполнено, вот, как бы, сердце того человека говорило. Марьяна Баштовая, Константин Яковлев, телестудия «Дон православный». Мое время выпуска на этом завершено. Я с вами прощаюсь и передаю слово Сергею Данилейко, который рассказывает нам о православных святынях. Сергей, сегодня твой рассказ о Новочеркасском соборе. Да, Виталий, спасибо. Действительно, сегодня речь пойдет о главном храме Новочеркасска. Новочеркасский Вознесенский кафедральный собор считается одним из самых величественных в России, третьим по величине церковным зданием, уступающим только храму Христа Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге. Собор является не только православным храмом, но и историческим памятником донского казачества. Его история сложна, но в то же время очень интересна. Величественным памятником истории архитектуры собор стал не сразу. Он был заложен и освящен в праздник Вознесения Христова еще в 1805 году при основании города. Сначала построили деревянную церковь. Возведение же каменного соборного храма войска Донского в 1811 году было осуществлено по проекту итальянского архитектора Уиджи Русско, в то время строившего многие здания Санкт-Петербурга. К работе он приступил по просьбе Матвея Платова. Строительными работами руководил родной брат архитектора. Затем, после войны с Наполеоном, дело братьев Русско продолжили губернский архитектор Михаил Амбросимов, войсковые архитекторы Иосиф Вальпреда и Федор Фомин. И, наконец, архитекторы Симферополя Иван Колодин, приглашенный наказным атаманом Дмитрием Кутейниковым. Через Министерство внутренних дел исследовать трещину, которая образовалась под одним из храмовых окон в 1828 году. Однако войсковой канцелярии показалась неподъемной сумма, обозначенная колоденным носом стен, ведь к тому времени на строительство собора уже было потрачено 900 тысяч рублей. Все оставили как есть, что повлекло за собой печальные последствия. В августе 1846 года произошло обрушение здания собора. 31 августа наказной атаман генерал от кавалерии Максим Власов писал императору Николаю Первому. Строящийся в Новочеркасске большой соборный храм, сооружение которого войско Донское ожидало с таким нетерпением, и так скоро, надеясь приносить в нем моление Всевышнему, 29 числа всего месяца в 9 часов вечера, внезапно обрушился. Окруженный моими соотчичами с достойнейшим и неутешным сотрудником моим генерал-лейтенантом Хомутовым, я предаюсь глубокой скорби, видя наши надежды и многолетние труды и издержки по неисповедимым судьбам Всевышнего вместе с тем заданием в одну минуту поверженными в прах. В 1850 году приступили к постройке нового варианта Вознесенского собора в Новочеркасске. В закладке второго варианта собора принял участие приехавший рано утром 31 октября 1850 года на Натскую землю, а вечером в Новочеркасск наследник цесаревич, августейший атаман всех казачьих войск Александр Николаевич, будущий император Александр II. По новому проекту предполагалась трехчастная конструкция. Основными компонентами которой должны были стать церковь, притвор и колокольня. Главный купол должен был иметь луковичную форму, а колокольня проектировалась в шатровой. Второй вариант собора ждала та же участь, что и первый. Работы уже практически оканчивались, когда произошло обрушение. В докладной записке соборостроительной комиссии, поданной войсковому наказному атаману Михаилу Хамутову, говорилось, что в новостроящемся Новочеркасском соборе главный купол, окончившийся постройкой в 12 часов ночи с 10 на 11 число сего июля 1863 года, обрушился вовнутрь собора и увлек за собой еще часть одного из малых куполов и пять боковых сводов. При этом комиссия отметила, что явных предварительных нарушений и повреждений не замечалось. Так печально закончилась еще одна попытка строительства войскового собора в Новочеркасске. Только в 1900 году по доработанному проекту архитектора Александра Ященко собор был построен в своем нынешнем виде. Войсковой Вознесенский кафедральный собор в Новочеркасске построен в ново-византийском стиле. Его внешнее скульптурное оформление по эскизам художника Василия Грязнова выполнено скульптором Борисом Возницким. Собор украшен надписями, что свидетельствует о его близости древнему архитектурному церковному искусству, восходящему к периоду первых христианских церквей, устраиваемых в катакомбах. Высота колокольни собора составляет 75 метров, а по высоте купола он занимает в России седьмое место. Крест, которому венчан главный купол, инкрустирован 8-10 монолитами горного хрусталя, ограненными алмазной гранью. Преломляясь на них, свет сияет так ярко, что собор стали называть вторым солнцем Дона. Внутреннее убранство храма поражает своим великолепием. Полы и иконостас отделаны французским и итальянским мрамором, стены расписаны фресками, а хоры украшены живописными полотнами, рассказывающими историю местного казачества. В нижнем храме-усыпальнице, освященном в честь покрова Пресвятой Богородицы, установлены саркофаги из французского и итальянского мрамора. Здесь покоятся останки основателя столицы Донского казачества вихря Тамана Матвея Платова, героев Отечественной войны 1812 года, генералов Василия Орлова-Денисова, Ивана Ефремова и Петра Бакланова, а также прах архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна Доброзракова. Здесь же, как символ вечной встречи человека с Богом, находится просторная крестильня. С подвала глубиной в 15 метров в дом офицера, в бывший архиерейский дом, ведет подземный ход. Летом 1904 года завершились деревянные и художественные работы. Был установлен мраморный иконостас. Но из-за того, что на освящение собора не приехал Николай II, была открыта только Покровская церковь. Для служб Свято-Вознесенский войсковой кафедральный собор открылся лишь 6 мая 1905 года. И, как оказалось, совсем ненадолго. Вскоре настало время смут и революций, и храм был закрыт. В 30-е годы с куполов сняли позолоченные медные листы, превратив собор в хранилище для горюче-смазочных материалов. В августе 1942 года, во время немецкой оккупации, храм открыли для богослужений. А после окончания Второй мировой войны в просторных подвалах повещения храма хранились зерно, мука, пивной солод, сахар и прочее продовольствие. Но в верхнем храме изредка проводили службы. Спасительным для постепенно разрушавшегося здания Свято-Вознесенского кафедрального собора стал 1953 год. После смерти Сталина храм попал в поле зрения историков. Здесь начались ремонтные работы, как внутренние, так и фасадные. В 1974 году зданию присвоили звание памятника архитектуры местного значения, а в 1995 – федерального. Крупномасштабная реставрация продолжается с 2001 года по сей день. В 2014 году пасхальную великую вечерню служили с особой торжественностью. Вознесенскому войсковому кафедральному собору присвоили высокий статус патриаршем. После проведения службы митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий огласил указ Святейшего Патриарха Московского и Всеруси Кирилла о усвоении храма Вознесения Господня статуса патриаршего Вознесенского войскового Всеказачьего собора. Это второй храм в России, удостоенный такого звания. По окончании службы на соборной площади выстрелили из пушек, чтобы отметить важность праздника, а дождь, ливший во время богослужения, прекратился, выглянуло солнце и над собором засияла радуга. Любите свой край и его историю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова